Обратите внимание на канал Bentley, скромного статиста из топ-клана. На его канале вы найдете целую кучу обучающих видео, посвященных поднятию статистики. Также вас ждут ежедневные стримы со зрителями и мастер-классы. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Которая, в общем-то, для многих из нас является частью реальной жизни. Итак, пятое место. Игрок с ником... Я, пожалуй, не буду его ник произносить. Я думаю, что кто умеет читать, сам прочитает. В общем-то, он не находит ничего для себя интересного в этом бою, кроме как на своем премиумном эксельсоре мешать своим союзникам. В принципе, это было сразу понятно просто по его нику. То есть, такие люди, которые проявляют адекват с самого начала, как только они попадают в игру, когда они вводят свой ник придумывать, они показывают тем самым, ну, как бы свою фантазию. По нику уже, пожалуй, иногда можно определить, каков игрок, каков его склад ума. Захотел ли он хотя бы чуть-чуть подумать головой, чтобы изобразить что-то, чем-то выделиться из толпы, отличиться от других, блеснуть своим интеллектом. Ну, этот, походу, блеснул на всю катушку. Я искренне надеюсь, что администрация ВГ увидит этот ник и забанит этого пользователя, ну, скажем так, навсегда. Для того, чтобы просто не было больше желания заходить в эту игру, и даже если они несут деньги, покупая вот премиумные машины за реал, просто дать такому товарищу, копыря под зад, и объяснить ему, что это не то место, где нужно делать подобные вещи, где можно себе позволить назваться вот таким вот ником. Я уже не говорю про то, что он делает в бою. Я говорю просто про его ник. Собственно, этого вполне достаточно. Вот ты, робик. Меня особенно впечатляют бои, когда они под своим крылом собирают сразу несколько неадекватов. Это как раз вот тот случай. Давайте понаблюдаем за действиями Чирии, да? Ну, вот ехал, ехал, ехал британец, ехал пазик. Чирику обязательно нужно было пересечь там, вот, линию движения двух союзных танков. Ну, ведь нет, можно было сманеврировать, объехать сам ведь виноват, сам подлез, тебя развернули. Зачем показывать своим союзникам свои нервы? Ну, тем не менее. Он дважды стреляет в британца, британец ему один раз отвечает, еще пазик здесь зачем-то влазит. Ну, в общем-то, тут попихались, тут заткнули этого Чирика. Ну, вроде бы, как-то такая ситуация, которая бывает иногда случается. В песочнице такое часто случается. Но, вот здесь вот пазик совершает свою роковую ошибку. Он в очередной раз сбивает гуслю Чирику и после этого голубеет. Ну, а тот, разумеется, этим не может не воспользоваться. Сразу же пазика отправляет в ангар. Между прочим, вот последний выстрел этого пазика, очевидно, сбившего гуслю Чирику, очевидно, отправил его в автобан за такие дела. Потому что по своим стрелять нельзя. Ладно, пацаны тут, короче, толкаются, пытаются потом очень еще долго выяснить в чате, кто из них большая свинья. Но, в общем-то, такое случается нередко. И в какой-то момент они просто решаются все-таки разъехаться в разные стороны. А во всяком случае, Чирик уезжает от британского тяжа. Тем не менее, в это время, когда происходила та самая разборка, здесь на базе АФК шел КВ-13. И вдруг КВ-13 просыпается и видит, что у него за спиной светляк охраняет арту. Ну, да, конечно, я понимаю, что на светляке арту охранять, это, конечно, то еще занятие, с одной стороны. А с другой стороны, может быть, это просто новичок. Можно было просто плюнуть на него и поехать дальше. Но нет, КВ-13 не такой. Давай свети, свети, сволочь, давай. И выталкивает его всеми возможными способами из кустов. Типа, давай, выполняй свою непосредственную функцию. Он даже забыл про то, что уже там какое-то время прошло с начала боя. Уже ему самому пора было бы куда-нибудь поехать. Но нет. Нет, ему не надо никуда ехать. Ему надо пострелять в союзного светляка. Который, кстати, здесь вряд ли вообще что-то мог бы сделать. А вот КВ-13 вполне даже мог. Тем более, что он в топе. Ну, давайте посмотрим, чем завершится эта разборка. Причем это все тот же самый бой. В итоге КВ-13 отправляется вперед. И малыш что-то там решил в него стрельнуть разок. Разумеется, он его пробить не может. Несколько раз стреляет без пробития. КВ-13 ему отвечает. Ну, разумеется, КВ-13-то мелкого-то пробьет. В итоге КВ-13 пробивает мелкого, добивает его. И отправляется со временем в автобан. Я уж не знаю, здесь не хватило квадрата отрисовки. Вполне возможно, он стрелял в кого-то еще. Вот такая вот интересная, незамысловатая история. Вот уроды! На третьем месте у нас засветился представитель клана Корм. Ну, давайте посмотрим, с чего все началось. Он на облегченке врывается тут к противнику. Начинает разваливать арту одну за другой. Сначала одну уничтожает, потом шот дает по второй. Ну, потом занимается, разумеется, третий. И все вроде было бы ничего, если бы не его наглость. Потому что, по большому счету, его никто не прикрывает. Сюда, разумеется, приезжает союзный бат и очень быстро заканчивает с наглецом, который ворвался на союзную базу. Ну, разумеется, если тебя никто не прикрывает, то как-то врываться было немножечко так опасненько. Но, тем не менее, бат практически моментально сливается под огнем вражеской вафли. И тут начинается самое интересное. Самое интересное это чатные войны. Угу. Погнали. Давайте посмотрим, как отреагируют союзники на подобные заявления. А они, как ни странно, зелененькие, в смысле противники этого самого игрока. Реагируют вполне адекватно. Ну, разве что там про голдострел я бы, конечно, не одобрил бы. Потому что, в принципе, чем хочет, тем и стреляет. Это каждому там свое дело. Но вопрос в том, что у чувака реально горит. У него горит пердак от того, что его, видишь ли, посмели убить. Ну и союзники здесь пишут, что, типа, ну что-то ты какой-то парень не очень адекватный. Там пишут, лови бан. И понеслось, понеслось. Но это все ерунда. Это все прелюдия. Самое интересное будет немножко дальше. Вот, Конкеррер пишет. Клан свой не позорь. На что наш товарищ отвечает вот такой вот фразой. Весьма обидно. Тем более, что клан очень уважаемый. Наверное, самый известный в игре. Ну, тем не менее, пока я монтировал эту передачу, выяснилось, что этот персонаж в клане больше не участвует. Все-таки адекватность восторжествовала. Я надеюсь, Левше не будет стыдно за то, что в его клане был такой человек. Потому что его там уже больше нет. Ну и будем надеяться, что больше такие персонажи там появляться и не будут. Потому что такого адекватного человека, такого классного игрока и внимательного командира еще стоит поискать. Вот уроды! Второе место начинается с того, что Девяностик притаскивает с собой брелка в команду в виде ПЗ-1С. ЛТТБ решает его уничтожить. Кого здесь выделить, записать в уроды, я даже не знаю. Того, кто убивает брелка или тот, кто его привозит. А может быть, самого брелка? В общем, ситуация крайне неоднозначная. Я бы в данном случае ЛТТБ все-таки поддержал в том плане, что брелков привозить это зло. Но, тем не менее, Девяностик начинает преследование нашего ЛТТБ. А ЛТТБ, в свою очередь, голубеет из-за того, что уничтожил союзника. Кстати, этот реплей привлек мое внимание еще и тем, что за союзную команду здесь играет неадекват из 11-го выпуска с первого места. Агрон-чемпион, который в этот раз хотя бы не стал уничтожать свою арту и на том спасибо. Ну что ж, ладно, продолжим. Итак, вот эта вот карусель продолжается очень и очень долго, практически весь бой. И ЛТТБ понимает, что Девяностик не даст ему покоя, тот дважды ему гуслю сбивает. Но, правда, очевидно, не догадывается, что можно голубого расстреливать безнаказанно. И продолжает преследовать. У ЛТТБ, скажем так, и по скорости преимущества, и по маневренности перед Девяностиком, поэтому он легко убегает. И как только видит, что открылось свободное пространство, он просто становится на захват. Сразу же сюда приезжает и Девяностик. И тем самым, практически, может быть, этого и не желая, он просто помогает захватить вражескую базу. Ну и в итоге, как вы видите, Девяностика благодарит ЛТТБ за такую забавную победу. Ну что ж, ребят, настало время первого места. И сегодня у нас на первом месте игрок из клана No Mercy. Или Мерки, как они сами себя называют. Почему я раньше избегал попадания ребят из этого клана в свою передачу? Да дело в том, что, ну что толку их показывать, если они ведут себя, как правило, крайне неадекватно. То они мамок в кино вводят, то они там противников оскорбляют, то союзников стреляют. Короче, всякое такое. Но игроки в клане реально сильные. В общем-то, в общем-то как-то так. Но в последнее время стали какие-то появляться исключения. В том плане, что стали появляться и ребята адекватные, с которыми можно нормально поговорить на нематерном языке. И они всегда избегали вдруг арты. Ну, в смысле клан. А тут они вдруг на арте стали нагибать. Причем даже своих в том числе. Как-то вот непонятна политика и стратегия и тактика всего клана в целом. И, честно говоря, я вот что-то вот как-то начал копаться в своей голове. Думаю, вот Стэнлок, да? Думаю, как-то вот где-то вот мелькал этот вот уже ник. Ну, что-то же знакомое, очень знакомое что-то. Где-то же слышал. Я начал перебирать по каналам, которые я смотрю, где же я его видел. И вы знаете, что нашел. Знаете у кого? У Амвея. Именно у Амвея он занял в конкурсе на максимальный урон первое место. Сорвал, так сказать, куш. Но, как мы видим, он сорвал куш не только у Амвея. Он в этом бою набил 4600 урона. И, кстати, совершенно левый человек прислал мне этот реплей. Он был в этом бою на ИС-4. Но, как известно, заходишь на вот реплейс и видишь, что кто-то еще выложил этот же бой. Я открываю, и что я там вижу? Стэндлок от своего лица прям выложил этот реплей на вот реплейсе. Совершенно ничего не скрывая. Просто вот под названием «Страдайте многокнопочное». Ну, вот как-то так. Ну что ж, а на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, а пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok